В США отметили День независимости, как того хотел Дональд Трамп, даже устроили в честь этого военный парад впервые за 30 лет. Правда, получился он не таким масштабным и красочным, как тот, что два года назад президент наблюдал во Франции. Два 70-тонных танка «Абрамс», которые специально доставили в Вашингтон, простаивали в стороне. Организаторы побоялись, что машина испортит дорожное покрытие. Да и их внешний вид с облупившейся краской ржавчины вызвал много вопросов. Так что упор сделали на авиацию. Над городом прошли американский борт номер один, истребители, бомбардировщики, вертолеты. Это несмотря на непогоду, в городе был сильный дождь. Тем не менее, собравшиеся зрители терпеливо выслушали 20-минутную речь Дональда Трампа. Телеканал CNN, который, мягко говоря, не отличается большой любовью к хозяину Белого дома, отметил, что президент выступал, стоя за пуленепробиваемым стеклом. Но отметил, и это редкий случай, что речь Трампа, которого многие называют президентом раскола, носила объединяющий нацию характер. Не обошлось и без громких обещаний. Например, американский лидер пообещал в ближайшее время вернуться на Луну и установить флаг на Марсе. Сегодня, как и 243 года назад, будущее американской свободы лежит на плечах мужчин и женщин, готовых ее защищать. Пока мы остаемся верными своему делу, пока мы помним нашу великую историю, и пока мы не перестаем бороться за лучшее будущее, не будет ничего, что Америка не сможет сделать. Были и инциденты недалеко от Белого дома. Собрались противники Трампа, уже по традиции надули большую куклу президента в виде младенца. Сообщается о беспорядках. Активисты сожгли американский флаг под антиправительственные лозунги. Полиции пришлось оцепить часть территории. Субтитры создавал DimaTorzok